Сегодня движение на проспекте Свободной снова перекрыли, вновь левый берег встал в пробку, причем перекрыли движение, никого не предупреждая, в разгар дня. С чем связана такая срочность, узнаем у нашего корреспондента Екатерины Погореловой. Она сейчас находится в прямом эфире, как раз на проспекте Свободной. Я надеюсь, сейчас Катя у нас появится. Катя, расскажите, вот вчера движение открыли, сегодня вновь закрыли, почему так внезапно? Ксения, здесь на проспекте Свободном буквально 40 минут назад начали сносить павильон. Как нам рассказали специалисты, в павильоне долгое время торговали семенами, и стоял он буквально на обрыве той стены, которая рухнула в пятницу. Чтобы не допустить очередного происшествия, в администрации города решили, что павильон необходимо снести. Также объект нес дополнительную нагрузку на стену и мешал специалистам проводить необходимые работы. Теперь специалисты поставят на это место специальные стяжки, чтобы, скажем так, проследить за поведением стены с одной стороны и с другой. И после этого смогут сказать, когда можно будет тут уже начинать проводить восстановительные и ремонтные работы. Как нам рассказали в администрации, предприниматель, который работал здесь долгое время, ему все компенсировали и дали новое место работы буквально в соседнем домике. Что касается других подобных подпорных стен в городе, напомню, их насчитали более 40, и они нуждаются, многие из них находятся в аварийном состоянии, нуждаются в срочном ремонте. Так вот, сегодня в администрации города на совещании вместе с Союзом строителей было принято решение, что за каждым районом, за каждой подпорной стенкой будет закреплена строительная организация, которая есть в городе. И вне зависимости, кто хозяин, то есть любая строительная фирма, у которой будет подчинение какая-то подпорная стена, они заново вместе с гражданпроектом проведут очередную экспертизу и за свой счет отремонтируют подпорные стенки во всем городе. Также сегодня появилась информация, что проспект Свободный планирует расширить до шести полос, то есть появятся три полосы в одну сторону, три полосы в другую сторону. Но, как нам сказали в департаменте городского хозяйства, об этом пока говорить рано. Сначала необходимо провести работы по экспертизе стен и только потом уже говорить о каком-либо расширении. Поэтому, скорее всего, это будет уже проходить в следующем летом. Ксения? Екатерина, ну, конечно, всех интересует, когда же вообще полноценно восстановят движение на проспекте Свободный, не будет проблем? Да, сегодня движение закрыли, в городе образовались пробки на всех прилегающих к проспекту Свободный. Как, опять же, пояснили в администрации города, четкого ответа нам не дали, но сказали, что, скорее всего, восстановят опять движение. Уже завтра утром, ну, по одной полосе, как это было до этого. Когда полностью откроют движение на проспекте Свободном, пока такую информацию дать никто не может. Поэтому завтра с утра красноярцам нужно будет выбирать тщательнее свой маршрут, чтобы не попасть в пробку, не стоять. Ксения?